МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот период отдохнет более 6,5 тысяч детей. И, конечно же, процентов 70 из этого числа – это дети работников металлургического комбината и общества группы компаний. Но порядка 3 тысяч детей – это дети, родители которых работают на муниципальных, бюджетных предприятиях Магнитогорска, Челябинской области и Уральского федерального округа. Каждый год вы стараетесь придумать новую программу. Что ждет в этом году детей? Ну, здесь вы правы, конечно. Методический центр детского комплекса работает, не покладая рук, начиная, как только летняя кампания заканчивается, начинаются думки на следующий год. Как бы и чем бы удивить детей, чтобы интересного нового сделать. Учитывая, что этот год, 2016 год, объявлен Годом кино, вся летняя программа, она построена именно на этой тематике. Здесь дети в течение всего лета снимают фильмы. В каждом лагере они снимают фильм. И фильм такой не номинальный, как игра, а именно снимают короткометражные фильмы о своей жизни. И каждая смена традиционная, естественно, имеет свою направленность. Либо это гражданско-патриотическая, либо спортивная направленность. И вот через все эти, через направленность, оно как раз-таки тематика, вот это кино проходит. В прошлом году, когда дети впервые познакомились с книгой «Тимур и его команда» в фантастии, вообще в восторгу, их не было предела, что это такое и как это. То есть в этом году, конечно, мы детям планируем показать наши добрые российские фильмы, и детские фильмы, и те классические фильмы, которые «Кинотеатр под открытым небом» будет. И, конечно же, что нового? Нового в Горном ущелье, например, в рамках лидерской смены, будет проведена первая профсоюзная смена. Такого вот в нашем городе еще не было, и в наших лагерях такого не было. Что это такое? Да, это профсоюзная смена, где детей будут, профсоюзные лидеры нашего Магнитогорского металлургического комбината, знакомить с основами профсоюзной жизни, то есть как правильно защищать свои права. Ну, будут давать мастер-классы различные, различные, ну, то есть такая образовательная направленность будет идти. Вот, дальше четвертая смена в лагере «Уральские зори» тоже будет очень интересная, она будет профориентационной. Мы такую смену еще не проводили в ближайшие годы. Ну, мы знаем, что указ президента на развитие инженерных и рабочих специальностей, и вот как раз таки здесь мы детей будем знакомить с этими профессиями. Знакомить не просто в каких-то беседах там или в фильмах, но еще и воочи. То есть будем приглашать знаменитых людей нашего города по той либо иной профессии. И смена будет еще отличаться чем традиционной. В рамках профориентационной смены у нас будет как работать еще лингвистическая школа. Это школа «Бритиш Клаб», которая будет как раз таки вот эту же самую программу инженера будущего, она будет преподавать на иностранном языке. Будут приглашены иностранные специалисты. И дети будут иметь возможность как на английском языке, так и на русском языке изучать вот эти вот профессии. Ну и конечно же, что интересно в этом году. У нас есть такая уже задумка, называется «От юбилея к юбилею». В прошлом году детский центр «Горное ущелье» от праздновал свой 60-летний юбилей. А в этом году ДОЦ «Уральские зори» отмечает свой 70-летний юбилей. Это самый старший, наверное, такой детский центр в нашей Челябинской области. И поэтому дети, которые попадут на эту юбилейную смену, они, конечно, будут приятно удивлены тем изменениям, которые произошли в лагере и той программе, которую подготовили им сотрудники центра. Ну и, конечно же, мы ожидаем большое количество гостей к себе в гости. И тех людей, которые работали в лагере когда-то и отдали, и сейчас занимают какие-то уже такие высокие посты. Ну, всех приглашаем на этот юбилей. Скажите, пожалуйста, интерес и желание у детей есть ехать в загородные лагеря? Вы знаете, дети, только уехав летом из лагеря, они тут же начинаются переписываться в социальных сетях, там, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, да. То есть у нас есть странички свои, куда ребятишки заходят, и они переписывают с вожатыми, друг с другом. И они уже начинают строить планы. Как же мы поедем на следующий год, а что там будет интересного, кто поедет со мной? То есть они делают такие целые группы. Потом начинают терроризировать родители, пожалуйста, мы хотим купить путевку. Вот, и в рамках вот этого, вот такого ажиотажа детского, да, ну, а я думаю, что он связан именно с тем, что им в лагере интересно, да, то есть они приезжают, и у них там просто нет возможности скучать. Родителям, конечно, стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы каким-то образом приобрести путевку ребенку в лагерь. Потому что спрос большой, действительно же, да, не всем даже достается путевка. Ну, спрос большой, конечно, и больше всего нас радует это то, что не родители сверху навязывают, вот ты поедешь конкретно в этот лагерь, да, а именно дети сейчас выбирают тот либо иной детский центр, где им отдыхать, да, то есть где им провести вот свои таких незабываемых 21 день, а у нас традиционно лагеря оздоровительные, хоть мы и называемся оздоровительно-образовательные, вот, мы выполняем как образовательную функцию, так и оздоровительную функцию. Оздоровительная функция – это то, что дети отдыхают 21 день, да, мы знаем, что процесс оздоровления идет в течение 21 дня, восстановление организма. А образовательная – это то, что каждая смена у нас имеет образовательную направленность. Мы рассказали уже немного о сменах, которые ждут нас в Горном ущелье, в Уральских зарях, а вот Скиф не затронули. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении. В основном ведь там отдыхают как раз такие подростки и те, кто уже чуть старше. Да, вот Скиф – это вообще такая отдельная тема для разговора. Скиф – это, наверное, один из таких моих любимых лагерей, потому что дети, это вроде бы как дети, а вроде бы уже и не дети. Да, они вроде как уже выросли вот из этого детского лагеря, в то же время они хотят продолжать как-то активно развиваться и что-то интересненькое, чтобы им было. Вот спортивно-туристический лагерь Скиф – это как раз то место, где бы подростки, молодежь могли бы применить себя и как-то себя испытать, как-то вот, наверное, показать какие-то свои особые умения. Мы знаем, что они как раз занимаются экстремальными видами спорта в этот вот период. И как раз-таки здесь их все ожидает. Первое, что это, конечно же, традиционные пешие походы, скалолазание, ориентирование, туристическая техника. И вы знаете, что мы в горном ущелье, у нас есть огромный веревочный городок, да. То есть они обязательно вот на этом веревочном городке делают там спортивные соревнования различные, проходят вот эту полосу препятствий. Плюс велопоходы, конные походы. Ну, знаете, что у нас есть, да, своя конная база, стригунок, где любой желающий ребенок может позаниматься. Но в программу Скифа это включено вот это обучение катания на лошадях, а те, кто уже умеет, это им конные походы, однодневный конный поход. Ну и, конечно же, куда деться без сплава. Это четырехдневный сплав, и я думаю, что он оставляет самое незабываемое впечатление у детей. Вот, поэтому, как бы, вот хотелось бы всех детей, которые не знают, куда, вот у них много энергии, да, есть жажда чего-то нового. Все, кто вот хотят вот получить какую-то долю экстрима, чтобы они приехали в этот лагерь и, как бы, прошли его, стали нашими, пополнили когорту скифовцев. Спортсменов, да, потому что все-таки это закаляет и характер, и, собственно, тело. Ну, конечно, во-первых, здесь совершенно полностью исключены все вредные привычки, это у нас просто, ну, такой краеугольный, да, табу, то есть нельзя, это ни в коем случае нельзя. Поэтому мы всегда говорим, хочешь чего-то такого не очень хорошего, это не к нам, это с нами вам не по пути. А здесь это только то, что укрепляет здоровье, укрепляет дух ребенка, но я думаю, что это вот как раз скиф. Здорово. Светлана, мы знаем о том, что сейчас уже идет, наоборот, развитие вновь, да, детских лагерей, детских вот этих загородных комплексов. В связи с этим какое-то планируется расширение еще, может быть, территориальное, я не знаю, может быть, еще какие-то базы отдыха? Вы знаете, каждый год мне задают вопрос, а не собираетесь ли вы строить еще? Вот нет путевок, вот не хватает путевок. Посмотрите, вот в течение одной летней смены в двух образовательных лагерях отдыхает где-то 1700 детей. Ну, по Челябинской области таких лагерей нету, я могу сразу сказать, чтобы вот горного ущелья тысячи детей, где-то 670-700 детей это уральские зори. Вот, и мне все время задают вопрос, а вы не хотите построить еще один корпус? Мы говорим, ну, мы хотим лучше качественно работать на том, что у нас есть, да, потому что горного ущелья, к сожалению, лето заканчивается, и он закрывается, эта база, потому что она сезонная. А уральские зори – лагерь круглогодичный, и мы говорим, вот, пожалуйста, уральские зори, мы вам предлагаем там программу в течение всего года, да. Ну, конечно же, что хочется сказать по поводу того, изменились лагеря или не изменились, да, вот там за последние 10 даже лет, там, 15 лет. Ну, те, кстати, сейчас уже, конечно, родители, которые когда-то там были 10 лет назад отдыхали в лагерях, они придут и, конечно же, очень приятно удивятся. Ну, во-первых, изменилась инфраструктура кардинальным образом. Исчезли, то есть корпуса стали более комфортабельные, дети размещаются по 4 человека в номере, санузел находится на тоже, либо даже находится, есть корпуса, где находятся удобства все в номере. Конечно же, питание в столовой, ну, наверное, оно как и было вкусным когда-то, так оно и осталось. Это 5-разовое питание, оно калорийное, оно витаминизированное, то есть дети всегда только хвалу в кухне говорят. Вот, появились новые спортивные площадки. Вот, посмотрите, в уральских зорях веревочный городок, в горном ущелье веревочный городок, площадка для лазертака. Это помимо того, что было раньше, я говорю, это баскетбольные площадки, волейбольные, футбольные поля. Есть даже хоккейная площадка. Да, и вот хотелось бы отметить, что в прошлом году металлургический комбинат подарил детскому центру хоккейную коробку, которую мы благополучно запустили к зимнему сезону. И что же будет с ней в летний период? Что же? Вот, а в летний период в ней будет многофункциональная спортивная площадка. Вот сейчас заканчивается работа по укладке мягкого покрытия на этой площадке, и там дети смогут и в мини-футбол, и в баскетбол, и в волейбол, и в настольный теннис на этой площадке поиграть. Вот, круглогодично так. У детей будет замечательный отдых, я в этом не сомневаюсь, а вас благодарю, что пришли к нам в гости. Спасибо. И зрителям напомню, что сегодня в нашей студии была Светлана Тулупова, директор детского комплекса ОАО «ММК». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова